Ей не знакомы голоса родных. Елена и ее брат не слышат с рождения, хотя их родители здоровы. Но это не помешало женщине закончить колледж и получить специальность дизайнер. Сейчас она заведует архивом в Москве. У нее возникли трудности с записью в связи с работой. Сейчас как раз выпал выходной, в соответствии с выборами. И она как раз успеет сейчас пройти всех врачей. Пройти специалистов самостоятельно задача непростая. Чтобы найти общий язык с врачами, Елене и ее мужу, тоже не слышащему, нужен переводчик. Без него сдать кровь, сделать рентген, пройти гинеколога сложно. Ведь медики чаще всего работают в масках, поэтому даже читать по губам возможности нет. Всегда заглядывала на это здание, проходила мимо, не знаю почему. Хотела попасть, но как-то, может быть, не решалась, потому что мне кажется, что не было переводчиком. То есть у нее возникли бы трудности с переводом здесь, кого-то спросить, как написать правильно, кому-то обратиться. Поэтому она всегда мимо проходила. Но сегодня проходить мимо не нужно. В Центре диспансеризации проверяют здоровье представители общества глухих. Такая акция проводится здесь впервые. Блок работает с 8 до 20.00 с понедельника по пятницу и по субботам. Мы проводим акции открытые. Вот на такую акцию мы и пригласили представителей общества глухих. Проблемы Елены для Ирины Саргош, председателя общества глухих, знакомы не понаслышке. Она сама слышит плохо, но не с рождения. В три года переболела гриппом, который привел к осложнениям. Я училась в школе для табасыщих в городе Екатеринбурге. Потом я вышла замуж за военного и мы переехали сюда по службе мусора. Два года помогает общество, переводит с языка жестов. Признается, не потерять навык речи помогла мама. Со мной очень много занималась моя мама, которая вкладывала в меня усилия. Она мне очень дала хорошую поддержку. Потому что даже когда я закончила в школу, я очень боялась пойти дальше учиться в колледж. Она мне сказала, Ирина, ты сможешь? А тех, кто лишён возможности слышать, сложности могут поджидать везде. От похода в магазин или банк до посещения больниц, школ, театров. Они приходят в регистратуру. Они не слышат человека, который сидит за регистратурой. Им сложно записаться. Им сложно сходить ко врачу. Также, в принципе, это смотреть, в какой ситуации тоже. С какой стороны тоже смотреть. В обществе глухих Одинцовского округа 119 человек, а вот переводчиков всего 4. Я считаю, что есть необходимость расширять обучение переводчиков. И действительно очень мало, и их не хватает. Для того, чтобы стать профессиональным сурдопереводчиком, нужно получить специальное образование, пройти тесты и сдать экзамены. Александру язык жестов пришлось учить методом проб и ошибок, буквально на ходу. Он родился в семье неслышащих. Родители подходили. Я тоже этого не знал. Они подходили ко мне сзади. И когда я читал, они рукой дотрагивались до спины. То есть, соответственно, был тон, и они чувствовали, что я что-то говорю. Когда вырос, в стране не остался. И помогает обществу уже много лет. Говорит, совершенствует знание языка глухих до сих пор. Когда я вырос, в принципе, я владел жестовым языком, в принципе, в совершенстве. То есть, и понял, и в дальнейшем, когда я начал общаться с глухими, понял одну вещь, что, оказывается, жестовый язык, он не один. То есть, их можно вообще… Я начитал их всего пять. Потому что все общаются по-разному. Несмотря на все сложности, участники общества глухих живут полноценной жизнью, помогают друг другу. А врачи рады любым инициативным коллективам. Главное, чтобы как можно больше людей были заинтересованы в своем здоровье.